Всех приветствую. Меня зовут Шарамов Денис. Я руководитель отдела техподдержки компании Bittrex. Сегодня я вам хочу рассказать про новое, что у нас есть в поддержке Bittrex24. Мой доклад сегодня будет не технический. Там будут фотографии. Надеюсь, что вы немножко отдохнете от кода. Фотографии вам понравятся. Итак, поддержка Bittrex24. Первая фотография из комнаты наших разработчиков. Они себе напоминают постоянно, что моя SQL-a Toracle отличается. Она мне очень понравилась и решил с вами поделиться. Мы столкнулись с подобным вопросом, когда запустили сервис Bittrex24. У нас уже была хорошая компетенция по поддержке разработчиков, поддержке коробки, платформы. Мы научились давать хорошие технические ответы, давать решения, давать хотфиксы. Но оказалось, жизнь показала, жизнь нас поправила, что для облака это все работает немножко по-другому. В первую очередь это другой клиент. Это другие ожидания от сервиса, другие ожидания от поддержки. Другой язык. Они хотят видеть, они хотят говорить на человеческом языке, не на языке программистов. Хотят получать такие же ответы. И мы привыкли, когда речь идет о коробке, мы можем дать какое-то обходное решение чаще всего. Или это какой-то хотфикс, или это какой-то вариант использовать другой компонент, или еще что-то в облаке. Это не работает, нам пришлось тоже меняться. И фактически задача в поддержке облака – это понять клиента, понять его эмоциональное настроение. Если какой-то негатив есть, снять его. То есть в какой-то степени это психологическая поддержка. И вот что мы имели, чтобы вы понимали, как это было, это нагрузка на платформу разработки сайта. То есть я отдельно здесь выделил рост тикетов по этой коробке и управление сайтом вместе. Ну то есть что касается поддержки разработчиков. Здесь видно, что за 2014 год у нас увеличилось число обращений, но оно росло достаточно линейно, ожидаемо для нас. В общем-то мы к этому привыкли и с этим работаем и живем уже не первый год. Примерно 6500 обращений у тебя получается в месяц. Да. А вот если посмотреть, что у нас произошло с облаком, то картина совсем другая. Фактически за год нагрузка на отдел выросла в 3,5 раза. Как вы понимаете, в этой ситуации уже просто невозможно решать задачу человеческими ресурсами. То есть набирать с такой же скоростью людей, обучать их, но это просто нереально. Ну и на самом деле мы и не хотели двигаться в этом направлении. То есть если вот эти, кстати, пики связаны, я думаю, что там запустили рекламу на радио, да? И пришли люди совсем не айтишники. Пришли обычные люди, не такие, как мы. Мы-то с вами необычные. И они не понимают, когда мы с ними разговариваем на техническом языке. Они хотят, чтобы им дали обычный нормальный ответ. И очень часто ребята не попадали с ответами, не угадывали правильный вариант. А я был категорически против растить отдел. То есть они же приходят и говорят, смотри, что творится. Давай людей. Я говорю, нет, 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 людей не дам. Ищите варианты. И начали искать варианты. И нам надо было придумать что-то совершенно новое. Так у нас появился новый сервис «Поддержка24». Мы с самого начала поставили себе большие важные цели. Они сейчас перед вами обозначены. Цели, которых мы хотели добиться этим сервисом. Первое, что мы хотели, это чтобы клиент, который пришел к нам, пришел на наш сервис, который, в общем-то, ничего не знает о платформе, ничего не знает о компании, но у него возник какой-то вопрос, чтобы он мог быстро найти ответ, быстро найти решение своей проблемы. Чтобы ему не требовалось решать какие-то квесты по регистрации, отправлению какого-то тикета, еще общение в каких-то сложных терминах. Чтобы возникла проблема, он по месту ее смог нажать на кнопку, получить ответ, проблема решена. Ну, соответственно, для этого нужна была система самопомощи, когда вся информация отображается контекстно для той страницы, где он находится. Как следствие, снижается процент обращений в поддержку и меняется восприятие как сервиса «Поддержка24», так и компании «1С Битрикс» в целом. Погоди секундочку, не переключай. По большому счету, ведь есть немного вариантов, что делать дальше. Можно с одной стороны сказать, ну ладно, мы сейчас сделаем такие препятствия, чтобы они ни за что не могли обратиться к нам, и нагрузка на техподдержку начнет снижаться. Ну, то есть там, отгадайте, что на этой картинке изображено, или еще какие-то варианты, но мы так не поможем людям. Или как однажды Наталья Касперских сказала на одной из конференций, при стоимости антивируса 30 долларов, обращение в техподдержку, и мы в убытке. Вот на самом деле у нас есть себестоимость, мы ее рассчитываем. Себестоимость ответа на тикет. Теперь представьте, бесплатный сервис «Поддержка24». Большинству людей вообще ничего не платят, да? И они еще нам создают прямую расходы, прямую нагрузку на поддержку. Это вот один из сценариев. Вторая часть еще связана с чем? У нас уже много помощи. Но она где-то раскидана. Как, кстати, с управлением сайтом. У нас много-много материалов, но они не там, где они нужны. Часто люди не разыскивают эти материалы. Они там поискали где-то рядом, не нашли и говорят, ну, нету материала. Я не знаю, почему. Почему мне не помогаете? И все, хотелось это обобщить и придумать новый концепт. Ну, значит, что мы стали делать? Во-первых, мы решили, что нам надо измениться самим, изменить свое восприятие клиентов, изменить свое восприятие того, что мы делаем. Для этого мы выработали внутренние правила, простые, понятные правила для сотрудников поддержки о том, что у нас за миссия, для чего эта миссия. И таким образом люди, которые уже работают, они знают, что они делают, для чего это делают. А люди, которые приходят вновь, они могут быстро на основе этих правил понять, опять же, что от них требуется. А чтобы эти правила работали, нам потребовалось сделать, точнее сказать, переделать совсем систему мотивации, которая у нас была для сотрудников технической поддержки. И если я не ошибаюсь, вам же еще потребовалось провести обучение. Да, у нас отдельно был тренинг, специально посвященный этому вопросу. Девушки, которые занимаются поддержкой BITREX24, выезжали, обсуждали эти правила, искали положительные стороны, искали, как их использовать, и даже нарисовали для них визуальное представление. У меня будет слайд, я покажу их отдельно. Значит, следующее. Это система самопомощи, о которой мы сейчас с Сергеем говорили. Это то, что помогает нам помогать нашим клиентам в автоматическом режиме. Это то, что сделано, и то, что мы продолжаем делать и будем продолжать делать, это улучшение и отслеживание изменений в базе знаний, которые у нас уже есть. Теперь, значит, немножко подробнее по этим пунктам. Вот эти правила сейчас, наши простые правила в виде тезисов, показаны на этом экране. Каждая из них имеет под собой обоснование. Каждый человек понимает, что это значит, есть какие положительные стороны, есть что хорошо для нас, что хорошо для клиента. Я сейчас не буду детально останавливаться на каждом из них, но для нас это значит много. И вот эта визуализация позволяет нам видеть и помнить вот эти правила, так сказать, держать их постоянно в голове. А что касается системы мотивации, то она достаточно простая. Суть в том, что сотрудник, который добросовестно работает, который следует нашим правилам, который помогает клиенту, зарабатывает больше денег. И когда внутренняя мотивация человека помогать еще соответствует внешней мотивации материальной, то это дает ощутимый результат. То есть вы премию сейчас платите за довольного клиента? Да. Это вот так просто звучит? Да. Сколько, не знаю, споров было по этому поводу? Раньше эта премия там платилась за выработку и за отсутствие просроченных. Ну, это еще раз, мы по ББ-24. Мы дальше будем говорить, как мы думаем про остальные изменения. Но это очень большое изменение. Это для поддержки драматическое изменение вообще в психологии и в результате. Да, мы очень много думали, как нам эту сделать формулу, потому что формула – это такая штука, которая сначала делается, а потом нельзя сказать через месяц-два, «Ой, ребят, что-то формула какая-то там такая неправильная, давайте мы ее там чуть поправим, чтобы вы что-то не так много зарабатывали». То есть формула должна быть такая, которая работает, люди ее знают, видят, и по ней, соответственно, мы живем. Поэтому процесс этот был непростой, но я считаю, что мы добились цели и уверен, что вы убедитесь в этом, обращаясь в нашу поддержку. Что касается помощи по месту, здесь смысл в том, что помощь, которую мы хотим, чтобы была по месту, она была не просто какая-то справка из учебного курса. Это конкретные ответы на конкретные вопросы, которые ищут пользователи. То есть это статьи, сделанные на основе тикетов, на основе поисковых запросов в нашей системе базы знаний, на основе формы обратной связи. Вся эта информация собирается, и самые актуальные, самые нужные вопросы появляются именно там, на той странице, где пользователь их видит. Вот. И для того, чтобы сделать эту систему, нам нужен был какой-то герой, какой-то помощник, который будет, значит, вот этот вот образ такой поддержки, который будет нам помогать. И мы думали, какого нам героя сделать, рассматривали разные варианты. На самом деле, да, много было вариантов. Нужна эмоциональная коммуникация. Вообще, эмоциональный фон имеет огромное значение. И к САИСам с ребятами мы специально работали, и как раз Сергей Атам Попковым озадачивал, говорю, нам нужно, чтобы они улыбнулись. То есть, вот первое, что должно быть, во-первых, обратить внимание на то, что эта помощь есть, научить их. Во-вторых, надо, чтобы они улыбнулись в этот момент. Они были лояльны к сервису и вообще как-то размышляли. Ну, это скорее наш такой внутренний процесс производства. Может, вам будет в целом интересно. Ну, вот мы выбрали облачного героя, потому что у нас облачный сервис. А какой из них? Покажи, кого ты выбрал. То есть, ты кого выбрал? Мы тут все рассматривали, скрепка занята уже. Ну, не знаю, думали, зеленого, но потом это все-таки облако. Вот, если вы не видели еще, у нас у меня есть заготовлен ролик короткий для вас, значит, про нашего героя. Я не знаю, как Microsoft позволит мне его показать сейчас или нет. А звук у тебя нет? А звук? Звук ключи ему. А звук был. И микрофон. А вот он, он звук. О, вот видишь. Показываем контекстную помощь. Обратная связь. На основании нее у тебя же тоже премия, да? Да, это да. То есть, для сотрудников премия связана с полезностью этой статьи. Помогает или не помогает статья? Это запросы. То есть, не хватило материалов в этом разделе. Люди пишут, чего не хватает. Для каждого дня, по-моему, да, собирается отчет, выбирается топ самых частых запросов. И на основании этого определяется, какую следующую статью писать. Вот это, на самом деле, очень полезная штука, обратная связь. Мне кажется, улыбку вызывает в любом варианте. Как бы вы ни назвали эту штуку. Ну вот, что мы имеем в результате. Тут цифры говорят сами за себя. Но я их озвучу. Получается, что у нас с момента открытия виджета к нам в раздел поддержки пришло больше 140 тысяч пользователей уникальных. Они просмотрели порядка 35 тысяч статей. Вы видите, что активно голосуют пользователи. И за этот период в поддержку 24 было создано порядка 8 тысяч тикетов. То есть это примерно 6% пользователей, которые, в принципе, пришли за поддержкой, создали тикеты. То есть фактически это означает, что 94% всех пользователей, которым нужна была поддержка, они ее нашли самостоятельно. Мы считаем, что это очень важный результат. И это одна из целей, которую мы ставили этим сервисом. Ну вот по мне маловато голосуют еще. То есть хотелось бы, чтобы голосований было больше, но прям навязываться не получается. То есть так он мышку уводит, ты ему говоришь, ну и ты не проголосовал. Мы не понимаем, помогли, не помогли. Но на основании этих оценок более-менее ориентируемся. Вы смотрели статью, но не проголосовали. Вы проголосовали, да? Мы настаиваем. Вариант. Ну вот если посмотреть теперь динамику по тикетам за последние 6 месяцев, то по тикетам, вот это теперь уже чисто облако, то видно, что она у нас стала теперь более линейная. Я не скажу, что тикетов у нас стало меньше, потому что пользователей сервиса становится больше, сервис становится сложнее, появляется новый функционал, число тикетов, число обращений в поддержку растет. Это нормально. Особенно учитывая тот факт, что есть люди, которые вообще предпочитают пообщаться, они не хотят ничего где-то искать и читать. Это нормально. Но сейчас этот рост у нас предсказуем, и мы можем его прогнозировать, и мы можем его адекватно обрабатывать и планировать дальнейший рост. Ну а что мы делаем сейчас? Сейчас мы следим, то есть основная работа по базе знаний сейчас. Мы следим за цифрами, очень внимательно за цифрами, мы считаем просмотры статей, голосования, поиски, поисковые фразы, все это у нас тщательно фиксируется. Каждый день у нас на корпортал автоматически выгружается отчет по этому делу. Мы смотрим, какие статьи были популярны, какие менее популярны. Если за какую-то статью было, она в минуса идет, вы же там голосуете, да, статья уходит в минуса, мы тогда открываем обратную связь, вот эта формочка, которая внизу была под статьей, когда человек пишет, что ему не хватает. И по обратной связи мы понимаем, что нужно доработать, что доделать в этой статье. В этом плане нам функционал очень помогает. И мы будем и дальше продолжать дорабатывать и доделывать наши статьи, и делать их актуальными. Вообще сегодня основная проблема, мы не успеваем проводить так много контента. Ну, мы на вас эту проблему не перекладываем, мы там и фрилансим, и находим отдельные компании, которые нам помогают с контентом. А у нас к вам вопрос. Это такой не навязывающий ни о чем, просто интересно ли вам публиковать статьи, если это будет реклама, например, вашей компании. То есть, например, написать статью по какой-то тематике, и чтобы она могла появиться в контексте поддержки. Мы так понимаем, что мы можем вашу компанию, или фотографии людей, или компанию, как вы там заполните, разместить, сделать ссылки на сайт, может быть, кратко какую-то информацию, то есть, что вы делаете. То есть, если вам интересно, поднимите, пожалуйста, руку. Мне кажется, это однозначный ответ. Я думаю, надо что-то делать, использовать эти ресурсы. Сомневались. Вообще, мы до конца не знаем, сработает для вас или в плюс, или нет, но мы предполагаем, что у вас уже есть часть консультаций, либо вы их оказываете, может, вы их обобщите. Возможно, так мы смогли бы быстрее, во-первых, собрать все вместе. Надеемся, что для вас это станет неким потоком людей, которые могут вам обратиться за консультациями по бизнес-процессу, или по внедрению CRM, может, еще по каким-то вещам. Ну, вот каким-то таким образом хотелось бы построить работу. Мы подумаем тогда, как это сделать, и напишем, проинформируем, как подойти к делу. Сейчас я говорил, что мы сделали. Теперь несколько слов о том, над чем мы сейчас продолжаем работать, и что будет дальше. Сейчас у нас идет самая активная работа над переделыванием интерфейсов поддержки технической, нашей публичного. Если вы писали, вы могли обратить внимание, что он у нас не очень современный. Пользователь ожидает чего-то другого, более удобного, простого, понятного. И что мы хотим сделать, какой основной акцент здесь, чтобы пользователь хотел, ну, естественно, что он хотел отвечать и читать, и хотел проголосовать, поставить оценку за техподдержку. У нас сейчас голосует по всем тикетам порядка 35% пользователей. Мы хотим поднять эту цифру до 70 хотя бы. Принуждением. Сделать. Ну, я считаю, что так вот мы сделаем красиво, понятно, удобно, и люди захотят поставить нам оценки. Я думаю, хороший. Пока не проголосовал за предыдущий тикет, нельзя задавать новый. Это же справедливо. Еще мы обсуждаем один вариант с чатом. Вообще кажется, что надо как-то искать место для чата в коммуникациях, в поддержке. Может быть, не сразу, в момент задания вопроса, а может быть, попозже. Мы об этом тоже думаем. И вы тоже так думаете, да? Ну, по моему мнению, это не будет работать эффективно во всех случаях, но бывают моменты, когда надо что-то уточнить, какой-то вот в реальном времени собрать информацию пользователя. Прямо вот бывает нам это надо. Ну, то есть тикет уже задан, обращение идет, выдернули и… Да, может быть, где-то по инициативе поддержки даже надо вот это делать. Что вот давайте сейчас быстро на ходу это сделаем и дальше пойдем. Знаете, что нужно? Какой-то онлайновый вариант. Ну, конечно, онлайновый. Чтобы в реальном времени была возможность. В реальном времени, чтобы вы могли… Чат, об этом речь идет, когда мы говорим о чате. Да, мы вообще размышляем, например, использованием нетворка для коммуникации. Может быть, использованием мгновенного сообщения, мобильного сообщения, чтобы вы получили там пуш, могли быстро выйти в онлайн, поответить на вопросы по ходу. Да, потому что долго, а так сидеть и читать тоже. Да, да, да. Нельзя, конечно, находиться в онлайне всегда. Да, естественно, это надо будет нам правильно понять вас и правильно это реализовать. Следующий вопрос, резонный, который наверняка у вас возникнет. Это помощник в коробке. И мы уже сейчас это решение делаем. В ближайшее время у нас выйдет этот помощник в коробочной версии портала. Если ваши клиенты используют стандартный системный шаблон B3X24, то там это будет. Если они использовали какой-то, если вы переделывали там какой-то свой собственный шаблон, какой-то брендинг, то, конечно, мы туда уже вклиниваться не будем. Там уже будет это как-то… Я правильно понимаю, что будет открыт фрейм, то есть открыта наша онлайновая система? Да, совершенно верно. То есть все-таки на обычном месте сотрудника должен быть интернет. Потому что есть, конечно… А добавлять в итоге в коробочную версию можно будет какие-то свои статьи? Ну, то есть у меня есть моя локальная коробка с кучей моих отчетов конкретно, которые не относятся к B3X. Я хочу добавить описание об этих отчетах как раз в помощник. Слушай, это вообще очень интересный сценарий, когда мы могли бы давать возможность публиковать, но, например, не на паблик, а только для своих клиентов… Только для своих, либо в паблик после модерации сотрудников. То есть ты прямо написал статью и хочешь, чтобы она выводилась только в твоем портале? Да, конечно. Очень резонно и очень логично. Да-да-да, своя база. Мы с этим бизнес-процессом работаем вот так. И дальше какая-то контекстная помощь по месту. Еще одно пожелание тогда для разработок решений Marketplace, которые ставятся, чтобы тоже была возможность сразу поддержку такой прицепить. Чтобы при установке это добавлялось сразу и поддержку. Мы должны научиться в контексте помощи открывать для приложений Marketplace. Тут надо будет хорошо продумать эти сценарии, но в изначальном варианте это будет та справка, которая у нас есть для дизайна в интерфейсе B3X24, соответственно, публичная часть. И для нас тут тоже дополнительный плюс получается, бонус, то, что мы получаем обратную связь от пользователей коробки, которые, может быть, сами никогда бы нам никуда не написали в поддержку. Так мы видим, что им непонятно, что они ищут, что они открывают, на каких страницах они открывают. То есть это дополнительная обратная связь по продукту. Пожалуйста, вопрос. Денис, спасибо. Марк, компания Trend. У меня вопрос по… Когда создаем тикеты, у нас есть возможность выбрать приоритет. На одной из прошлых конференций мы говорили, что этот приоритет, он такой… О, вы уже по тикетам прошли, давайте мы ему дадим договориться. А думали как-то его довести до ума, там, за лояльность, может, клиентов, за то, что они не ставят, что каждый тикет – высокий приоритет, как-то все-таки реагировать на этот приоритет. Ну, с приоритетом действительно мы как-то обсуждали с вами этот вопрос, но сделать какой-то сценарий, чтобы для одного партнера был приоритет выше, для другого ниже – это не очень хорошо, не очень правильно может быть. Мы сейчас видим, что вообще хороший сервис, он в том, чтобы независимо от приоритета ваша проблема решалась быстро, актуально, то есть своевременно и качественно, эффективно. То есть вообще как можно меньше формализации, как можно меньше всяких регламентов, чтобы пользователь вообще не знал, что там есть какой-то регламент ответа, что там есть какой-то SLA. Вот он написал и получил ответ и остался доволен. Это то, к чему мы хотим прийти в итоге, чтобы как можно меньше было формальных вещей. Давайте мы дадим ему рассказать, потом вопрос. Если пользователь недоволен, сделайте какую-нибудь галочку, чтобы предоставить ему возможность или сменить сотрудника техподдержки, или как-то, чтобы они могли вдвоем оценить. По поводу недоволен, тут система работает такого плана. Все тикеты, когда пользователи недовольны, пользователи партнера недовольны, я их всем мониторю, по возможности это буду делегировать. Если там есть такая необходимость и возможность, я его передаю, исправляю это в ручном режиме. Часто бывает так, что чем-то партнер недоволен, но ситуация с точки зрения поддержки объективна. Если чего-то нет в продукте его, ну нет, нет, это другой специалист не изменит. Давайте мы ему дадим все-таки доделать доклад, а потом поспрашиваем. Если вы ему ничего не написали, то… Но тем не менее оценки, тикетов, оценки по тикетам я просматриваю и читаю эти тикеты, где была негативная оценка, то есть это все мониторится обязательно. Ну тогда нужно в какой-то и ответ слайде еще что-то. У тебя еще слайдов много? Четыре. Потом мы уже сейчас к вопросам перейдем. Несколько слайдов, давайте я закончу тогда. Давай, дальше по слайдам, потом к вопросам пойдем. Тут буквально немножко осталось. Следующий вопрос – это управление сайтом. У нас нам давно хочется что-то сделать такое, чтобы оно нам как-то помогало, как-то автоматизировать помощь решений. Но этот вопрос шире, потому что сама поддержка платформы разработки, она сложнее, гораздо шире, гораздо больше вопросов, больше специальных вопросов. Тем не менее, используя те наработки, которые есть у нас, мы сделаем единую базу знаний по платформе разработки. Аналогично будет работать поиск, голосование, то есть по тому же принципу. И, соответственно, помощь, плюс какой для вас. Вы сможете оперативно находить, ну вы и клиенты, ваши ответы на простые вопросы. Если какие-то будут критические, срочные проблемы, мы сможем информировать вас об этом тоже таким же образом. А что ты имеешь в виду здесь, на этом слайде? Тебя картинка смущает? Ну, это я вообще не понял, о чем она. Это отдельный вопрос. Ну, просто ты говоря про единую базу, ты о чем говоришь? Я вроде все слова знакомый, но я не пойму, о чем ты. Я говорю о… Сейчас у нас что мы имеем? Имеем на сайте, на нашем сайте разработки, где-то в блогах, форумах, в блогах разработчиков, документаций, в учебных курсах очень много информации, ответов на вопросы, которые ищут пользователи. Я всегда говорю, что ответы на 60% минимум вопросов, которые поступают в техподдержку платформ, они есть уже на сайте. Но они где-то есть, их надо где-то искать, не все знают, не все хотят сделать это в единой системе, базу знаний. Ну ладно, да, главное. А сделайте такой информатор для партнеров. Так, давайте мы ему сейчас дадим выступать, потом мы сейчас перейдем в дискуссию. Ну, собственно, это последний слайд, это как развитие этой идеи, это контекстная справка в административной части Битрикса, где наш герой помогает пользователям. Не обращайся. Ну он, конечно, поменьше будет, не такой большой. Ну, на самом деле мы всерьез размышляем, не использовать ли этот опыт внутри управления сайтом. То есть по контексту мы размышляем так, сделать единый каталог статей, по сути это обобщение курсов, материалов, статей, которые вы в том числе сможете готовить и выводить их в необходимом месте, таргетировать, используя поддержку. Если мы пойдем по этому пути, вот у нас одна из целей, одна из задач, мы можем сохранить и персонаж, и можем сохранить подход. И в целом кажется, что мы могли бы помочь конечным пользователям, смогли бы лучше собирать эти знания, обобщать материалы, статьи, давать вам фидбэк, отправлять и вам клиентов, в том числе из этой помощи, ну и принести ее по месту, там, где она нужна. Потому что очень часто они там стоят в заказе, не могут понять, как им делать, а разыскивать материал сложно. Вот хочется эту задачу попробовать по похожему принципу решить. Как вы считаете? Это вообще правильно? Вот да, просьба. Поднимите руку. Кто считает, что стоит такое решение делать? Ну, опять же, для нас очень важный маркер. Все. Ну вот теперь можете его заваливать, только не так много сразу рук. Давайте мы… Там был такой момент по поводу конверсии лайков с 35 до 70 процентов. Ну вот когда на вопрос отвечают, согласен, не согласен. Я подумал, что давно хочу сказать, просто все никак не увижу тебя поближе. А почему мы сразу партнеров или там ваших клиентов ставим в положение более выгодное, чем сама техподдержка? Ведите туда, вот там, когда на лайк нажимаешь, денежка дзыньк. Вот если я получил денежку дзыньк, я потом могу нажать вам «не нравится» на вот эту сумму денежек, которая у меня есть. В результате вы получите какой-то баланс. То есть вам втыкать не будут вот это «не нравится» ответ там. Просто так. Потому что я сам пользовался этим, честно признаюсь. И ты потом мне отвечал в таске, потому что я вижу, что я знаю, что Денис лучше отвечает на таске, чем, допустим, другой специалист. И мне очень надо, чтобы это было и быстрее. И тогда я просто говорю «не нравится». Лайфхак закрывается. Давай его забаним. Просто сейчас, прямо. Я же рассматривал свою возможность. Правду сказать, там есть переписка, но там после третьего, четвертого, я понимаю, что я не понимаю, нужно вызывать Дениса. Я пишу «вызываю Дениса», ставлю дизлайк, и появляется Денис. Придется тебе протоколы работы изменять. А вот платить за «не нравится» статья, платить денежку, мне эта идея очень нравится. Да, плюс-минус. То есть можно какой-то начальный баланс. Хочешь сказать «нет», сразу деньги платить. Не, не платить, это может быть виртуальная денежка. То есть сколько я накликал лайков, на столько я потом могу дизлайков нажать. То есть минусовать. Интересная математика. Наверное, надо будет карму какую-то ввести для партнеров тоже. Я вот хотела предложить для партнеров сделать такой небольшой информатор. То есть, понимаете, бывает иногда проблема, которая общая для всех. Ну, вышло там что-нибудь обновление, и там проблема. И вот чтобы мне не писать, поскольку мне сразу, ну, начинает там куча людей там на ушах, там все такое, что вот там обновили, и все такое, чтобы мне там не создавать там тикет, да, чтобы был какой-то вот информатор, допустим, онлайн. А мы сейчас как раз вот на B2.4 как раз так и есть. Перед обращением там горячие вопросы сейчас. Да. И они выводятся автоматически. Нет, я немножко про другое. Вот как десктопное приложение, да. Я понял, о чем вы говорите. И вот такой там списочек, там, ну, если появилась какая-то проблема, да, то есть вы ее просто высвечиваете, и тогда к вам не идут просто там десятки. Совершенно верно. Как раз об этом я и говорил, что в этой системе, когда будет единая система информации, ответы на вопросы, там же будет информация по текущим таким проблемам. Вы заходите в раздел мессенджер, видите, а, да, вот сейчас там прям сотрудник поддержки заходит, пишет эту статью, контентную информацию для вас, видите, а, вот сейчас мессенджерам есть такая проблема, исправлена в обновлении таком. Все, вам не надо писать никуда. Это единая система статей и по месту. Денис, что если открыть партнерку для партнеров по поддержке? То есть как под комиссию, как в сказке о тройке, какие-то мелкие вопросы отдавать партнерам. Кроме вас тоже есть компетентные люди, чтобы разгрузить опять же вас. Ну и большое очень можно развивать эту идею тоже. Вообще вопрос делегирования поддержки, он очень сложный. Мы его пытаемся решать на протяжении, на протяжении нескольких лет разными путями, когда, например, есть какой-то, ну часть вопросов мы даем на аутсорс партнерам. Очень тяжело контролировать и тем более выдерживать качество поддержки, которое требуется здесь, когда люди сидят здесь в одной комнате со мной, они замотивированы четко, ну я могу с ними поговорить, чем когда человек сидит где-то, тем более компания. клиент не поймет, почему кто-то, если он обратился в битрикс, ему отвечает кто-то, и тем более отвечает неправильно, например. Неправильно или это приводит к каким-то последствиям, когда у клиента что-то сломалось, тем более. Это определенная ответственность. Пожалуйста, вопрос. Как бы очень заинтересовало вот этот ваш перевод оплаты труда за положительные клики, за лайки так называемые. И понятно, что он вам трудно дался, потому что формула действительно рассчитывается один раз, и потом сложно что-то менять. Вообще какие-то нюансы, то есть не полностью вообще расчет этого, а вот поподробнее расскажите, какие нюансы вы здесь. Давайте встретимся в куларах, я вам расскажу какие-то детали. После доклада, потому что там отдельная дискуссия. Просто много нюансов, там нет секрета, просто есть какие-то нюансы, что не всем будет интересно сейчас. Здесь не вопрос, а скорее пожелание. Можно? Может быть для партнеров все-таки более формальную форму сделать, потому что вот часто, особенно если новые сотрудники приходят, обращение к вам пишут, первый ответ от саппорта, а пришлите доступ к сайту. То есть, соответственно, вот такие, ну не знаю, детские в принципе ошибки, если поля бы сделать, просто не пропускали бы люди, меньше итераций было. Потому что я вот смотрю, как у меня работники общаются с поддержкой. Ну, трое из четверых, два-три вопроса таких глупых на самом деле. Ну, мы пытались решить эту задачу, мы сделали мастер поддержки, который спрашивает в том числе и доступа, если это необходимо. Но если человек, который пишет обращение, не хочет сам подумать, то не помогает ни мастер, ни какие-то другие формальные вещи. Тут, наверное, должно быть какое-то обучение человека, если человек сам хочет учиться, помогать им учиться, решать свои задачи, и в том числе при помощи поддержки. Я не думаю, что мы со своей стороны сможем эту задачу решить. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Дмитрий, компания AcroWeb. Я не знаю, в тему ли сейчас вопрос. Интересует такая ситуация. Мы, как веб-студии, мы предлагаем Bittrex24 своим клиентам. И получается такая ситуация, что у многих компаний, которые мы предложили, они работают в Bittrex24. И они в ответ хотят, что предлагают. А вы можете тоже в нашем Bittrex24 работать? Вот вопрос такой. Предполагается какая-то система синхронизации Bittrex24, чтобы я, например, завожу аккаунт у них, как веб-студии AcroWeb. Они ставят мне задачу, и эта задача падает ко мне в Bittrex24, в облаке. Потому что это очень сейчас сильно распространено, и я знаю много веб-студии, много просто клиентов, которые страдают из-за этого. Спасибо. Сценарий, наверное, может быть интересный, я, правда, затрудняюсь, что я могу что-то лично сделать в этой ситуации, потому что это вопрос разработки Bittrex24. Но, наверное, сценарий может быть интересный, если использовать каким-то образом наш внешний сервис. Я не знаю, это надо обсуждать, наверное. Вот мы будем сейчас рассказывать. Может быть, мы сможем ответить на ваши вопросы. Так, пожалуйста, вопросы у Денису. Давайте последний или все уже? Все. Денис, спасибо большое. Спасибо за поддержку, за доклад.